Добрый вечер. Добрый вечер всем. Добрый вечер, знакомые все лица. Мы с вами из вебинара в вебинар кочуем на разные темы. Хорошо, ждем сейчас, немножечко ждем, потому что народ присоединяется, я вижу. Я прошу прощения, я сегодня прям вот так вся в куртке по-зимнему. У нас ужасно холодно. Я не знаю, у вас вообще как? У нас тоже самое. У нас так холодно. Я в куртке тоже в Италии. Мы в Навару ездили сегодня по делам. Холодно. И дождь идет вот у нас в городе. Я и смотрю тоже. Вот Лена тоже в шапочке, в курточке. У нас холодно. И в квартире не топит, поэтому мы просто дубеем платки, шарфы, носки. Так, Лена приветствую, знакомые все лица. Вот, так что извиняюсь за внешний вид. Ну ладно, ничего. Мы тут все свои. Практически мы уже все сроднились. Стесняться нам уже нечего. Мы тут уже... Так, ну ладно, хорошо. Времени терять не будем, потому что у нас лимит. У нас 40 минут, поэтому надо уложиться. Значит так, начну я с того, что у меня есть моя собственная печальная статистика. Почему она печальная? Потому что, условно говоря, из 10 человек, которые страдают, ну предположим, артритом, да, если мы о нем сегодня говорим, 9 человек просто констатируют этот факт, что у него артрит. И только один человек из 10 задастся вопросом, почему? Почему у меня артрит? Откуда он взялся? Каковы причины? Понимаете, вот и это для меня это действительно печальная статистика. Потому что я считаю, что если бы мы все были очень пытливые люди с таким умом и мышлением экспериментаторов, которые бы все время лезли вглубь и искали причины, то мы бы, наверное, достигли гораздо больших успехов в извлечении заболеваний. Но, к сожалению, это не так. К сожалению, большинство людей настроены таким образом, что это такой пассивный подход, что констатация факта, у меня артрит, я ничего не знаю, у меня просто артрит, и давайте меня лечите. Вот давайте мы с вами не будем такими людьми, а будем выдающимися, с пытливым умом и будем лезть вглубь, искать причины. Итак, первое, с чего мы начнем, искать причины. Что говорит об артрите в Википедии или медицинский учебник? Она говорит, что артрит – это воспалительное поражение элементов сустава, которое сопровождается болью и ограничением подвижности. Это понятно. Теперь мы, то есть запомните, да, ключевая фраза, ключевое словосочетание – это воспалительное поражение сустава. Идем дальше. И опять открываем Википедию или какой-нибудь медицинский учебник. И смотрим причины. Причины возникновения артрита. Ну, я прям выписала такие наиболее типичные, наиболее часто встречающиеся причины. Я прямо их зачитаю. Сначала зачитаю тем языком, как они написаны в этих учебниках, очень таким довольно умным языком. А потом их расшифрую по-нашему, по-простому. Итак, одна причина. Миграции возбудителя через кровеносные и лимфатические сосуды из рядом расположенных тканей. То есть есть какой-то возбудитель, он каким-то образом мигрирует, ну, то есть движется из тканей в область сустава. И там начинается воспалительный процесс. То есть ключевой момент – это возбудитель и его передвижение через кровеносную и лимфатическую систему. Следующая причина – инфекционные заболевания. Опять же, инфекционные заболевания. Это связано с тем, что существует какой-то возбудитель инфекции. И опять мы упираемся вот в этого возбудителя. Следующая причина. Читаем, как это написано в учебнике. Токсико-аллергическое воздействие побочных продуктов жизнедеятельности микроорганизма. Мы опять с вами приходим к тому, что существует какой-то микроорганизм. Опять же, какой-то возбудитель, который ведет какую-то деятельность. И в результате этой деятельности образуется токсико-аллергическая реакция. То есть понятно, что токсика – это опять связано с токсинами. То есть деятельность этого микроорганизма такова, что это связано с токсинами. И понятное дело, что на токсины организм всегда будет выдавать аллергическую реакцию. То есть мы опять имеем дело с каким-то возбудителем и с какой-то токсичной реакцией. Рассматриваем следующую причину, как она описана в учебнике. Аллергическая реакция на собственные ткани организма при наличии постоянного очага воспаления. Трактуем по-нашему, по-простому. Опять-таки, есть какой-то очаг воспаления, вызванный кем-то, да, каким-то микроорганизмом. И на него идет аллергическая реакция в виде поражения собственных тканей. Это и есть аутоиммунное заболевание. Одна из частых причин. И, наконец, еще одна распространенная причина – это травмирование сустава и проникновение инфекции через рану. И мы опять имеем дело с каким-то патогеном, с каким-то возбудителем, который проникает именно в это место и вызывает воспалительный процесс. То есть, посмотрите, мы имеем дело с разными причинами артрита. По-разному они трактуются. И, кроме того, существуют еще и разные виды артрита. Не буду их сейчас называть, это уже особого смысла не имеет. Но мы все равно приходим к одному и тому же выводу, что в любом случае это воспалительный процесс. Итак, воспалительный процесс – это то, чем характеризуется артрит. А теперь давайте копнем еще глубже и посмотрим, а что такое вообще воспаление, что такое воспалительный процесс. Опять залезаем в Википедию или в медицинский учебник и читаем, что такое воспаление. Воспаление – это комплексный, местный и общий патологический процесс, возникающий в ответ на повреждения или действия патогенного раздражителя и проявляющийся в реакциях, направленных на устранение продуктов, а если возможно, то и агентов повреждения и приводящий к максимальному восстановлению в зоне повреждения. Написано довольно сложным языком. Давайте разберемся попроще, объясним. Итак, существует какой-то раздражитель, или же какой-то патоген, или же какой-то микроорганизм, который разрушает, разрушительным образом действует на ткани, запускается патологический процесс, и организм в ответ на этот патологический процесс, в ответ на это разрушение запускает воспалительный процесс. То есть для чего нужен воспалительный процесс? Для того, чтобы обезвредить этого патогена, для того, чтобы убрать вот эту среду его жизнедеятельности, где он нагадил, грубо говоря, и этим самым привести к максимальному восстановлению поврежденную зону и по возможности убрать и сам очаг поражения, и самого патогена, то есть возбудителя, то есть агента этого воспалительного процесса. То есть мы сейчас с вами пришли к парадоксальному выводу, что оказывается воспалительный процесс – это своего рода спасительное действие. То есть благодаря воспалительному процессу организм хочет уничтожить вот этого самого патогена, вот этого самого возбудителя. Вот к чему мы пришли. Итак, теперь переходим к медицине. Что делает медицина для того, чтобы вылечить человека от артрита? Медицина предлагает фармпрепараты и предлагает с помощью этих препаратов убрать воспалительный процесс и самого патогена, то есть этого агента, который вызывает вот эту вот всю бочу. Хорошо. Это хорошо. С одной стороны, это правильно, потому что да, нам не нужен вот этот вот процесс разрушения тканей, нам нужно вот это все убрать. Нам нужно убрать возбудителя этого патогена и нужно вот это все прекратить, чтобы больше ничего не болело. Но медицина останавливается именно вот на этой стадии, на этой стадии, когда нужно убрать патогена и нужно убрать вот эту среду, которая создалась в результате его жизнедеятельности, убрать этот воспалительный процесс. Но мы не ответили на самый главный вопрос, откуда он вообще взялся, этот патоген, и что будет дальше. Ну хорошо, мы пробьем курс каких-то препаратов, мы уберем вот этот очаг, мы уберем этого патогена и возбудителя, но мы не ответили на вопрос, а что будет дальше. А не появится ли новый патоген, новый возбудитель, который начнет точно такую же историю заново, и нам придется снова и снова принимать эти препараты. И вот дальше на этот следующий вопрос как раз и отвечает натуропатия. То есть медицина останавливается на уровне убрать воспаление, убрать патогена, а натуропатия идет еще глубже под этот уровень и отвечает на вопрос, как сделать так, чтобы не было вообще, чтобы не возникало этого патогена. Откуда он берется? Под патогеном мы называем патогенные микроорганизмы. Ну то есть какие-то бактерии, какие-то вирусы, можете даже называть их паразитами, как хотите, но это те вредители, которые мелкие, очень мелкие вредители, которые находятся в нашем теле. И вот наша задача выяснить, почему они там, что они там делают. Натуропатия отвечает на этот вопрос следующим образом. Любые патогены, патогенные микроорганизмы будут размножаться активно и вести активную жизнедеятельность в той среде, которая для них благоприятна. А благоприятна для них закисленная среда, грязная среда. Это вот та самая среда, которую мы называем загрязнение шлаками и токсинами. К сожалению, вот прямо буквально вчера в Инстаграм получила такой комментарий, что медицина не признает этих терминов шлаки и токсины. Что вы думаете по этому поводу? Ну, мы не медицина, мы натуропатия, и медицина не признает, а мы признаем. И мы с вами уже, многие из вас уже являются свидетелями того, когда начинаешь заниматься практикой очищения организма от шлаков и токсинов и получаешь совершенно очевидные результаты улучшения по всем статьям. И по здоровью, по самочувствию, по внешнему виду, по весу и так далее. Поэтому мы-то как раз признаем наличие шлаков и токсинов. И это первый ответ натуропатии, что мы можем предложить в качестве борьбы с артритом. Мы можем предложить очищение организма от шлаков и токсинов с помощью изменения питания. Это раз. И с помощью целенаправленных очистительных практик. Практика очищения. Ну, в том числе, в частности, при помощи условного голодания, о котором мы с вами не только много говорим, но и много делаем в этом направлении. Это то, что оставило нам наследие Марва Аганян. Это первое. И это как раз и есть мой курс, на который сейчас идет набор «Курс к здоровью через детокс», который как раз и направлен на этот самый результат. Максимально научиться очищать свой организм по максимуму от шлаков и токсинов и изменить свое питание таким образом, чтобы оно максимально соответствовало естественному питанию человека. И я думаю, что сегодня уже вы настолько подкованы, что вы прекрасно понимаете, откуда берутся эти шлаки и токсины. Тем более по вам я вижу, что в общем-то это все, кто так или иначе были на каких-то курсах, на каких-то вебинарах. И вы понимаете, откуда берутся шлаки и токсины. А берутся они именно из нашего неестественного питания, которое стало таким, ну буквально, практически там уже с нашего рождения или даже с утробы матери. Питание стало неестественным. Но мы сегодня не можем говорить много о питании, потому что в рамках вебинара мы говорим об артрите. Но питание стало неестественным. поэтому мы зашлакованы, поэтому нам нужен детокс. То есть это первое. Второе. Поскольку натуропатия также, как и медицина, заинтересована в том, чтобы человек не страдал, она тоже предлагает некоторые обезболивающие компоненты. Что такое обезболивание с точки зрения медицины, когда мы принимаем какие-то анальгетики. Ну, я имею в виду фармпрепараты. Это всего лишь это называется закрыть глаза на сигнал СОС. То есть вот та самая боль, которая возникает при воспалении и при движении, боль артритная, это есть сигнал СОС. Организм не просто так кричит от боли, он этой болью показывает нам, что есть неблагополучие, и что нужно обратить внимание на эту картину, что эту картину нужно менять. Но когда мы принимаем анальгетик, мы всего лишь заглушаем сигнал СОС, и мы закрываем глаза на то, что говорит нам тело. Натуропатия предлагает свои обезболивающие средства, которые не являются синтетическими, химическими, а которые являются чисто природными. Я говорю сейчас об эфирных маслах, о чистых эфирных маслах, о маслах терапевтического класса, не те масла, которые продаются за 50 рублей в аптеке, которые сделаны синтетическим или полусинтетическим образом, и которые ни в коем случае нельзя применять для терапии, а исключительно лишь для возможно ароматизации каких-то помещений, что-то такое бытовое на очень примитивном уровне. Я говорю о чистых маслах, и поскольку я являюсь партнером компании Дотерра, я говорю о маслах Дотерра. Что предлагает компания Дотерра в качестве обезболивания при такой проблеме, как артрит? В Дотерра есть целый комплекс, который направлен именно на решение артритных проблем, и это комплекс Deep Blue. Deep Blue в переводе с английского это темно-синий или глубокий синий. И это на самом деле так, потому что смесь этих масел это не одно масло, это целая смесь эфирная, она действительно имеет темно-синий цвет и получила такое название. Но вообще эта смесь она себя уже зарекомендовала, то есть название Deep Blue оно ассоциируется у людей, которые занимаются маслами со словом антиболь, антиболь, то есть это действительно комплекс, который направлен на то, чтобы уменьшить боль. За счет чего? Вот посмотрите, я вам перечислил сейчас масла, которые входят в эту эфирную смесь. Это следующие масла. грушанка, камфора, мятоперечная, иланг-иланг, бессмертник, пижма голубая, голубая ромашка и османтус. С одной стороны, когда человек несведущий смотрит на эти названия, они ни о чем не говорят, и он может подумать, ну вот там собрали какие-то выжимки, какие-то масла, что-то там соорудили, какой-то комплекс, но он не будет понимать, почему именно эти масла. А оказывается, все это не просто так, именно эта подборка именно этих масел, она совершенно не случайна. Давайте сначала вообще о том, каким образом, что такое эфирное масло, и каким образом оно может воздействовать на болезненную зону. Эфирное масло это, по сути, это дух или душа растения. Точно так же можно сказать, что у человека есть его душа, его дух, его суть, его сущность. Ну вот, например, если я знаю, скажем, Иду, вот я знаю ее как человека, ну уже давно, что я могу сказать о сути этого человека? Я знаю, что она очень милая, она очень домашняя, она очень заботливая, трудолюбивая, дисциплинированная, она очень ответственная, то есть вот эта суть этого человека, вот такой я ее вижу. То же самое есть у каждого растения, есть его суть, то есть то, что составляет его его сущность этого растения, его запах, его вкус, его цвет, его свойства, свойства, его целебные свойства или какие-то иные свойства. То есть вот эфирное масло это как раз и есть дух, душа, суть, сущность растения. Молекула эфирного масла очень мала, она настолько мала, что она за считанные секунды проникает в клетку и начинает там свое целебное воздействие. И поскольку масло это жирная, жирная составляющая, то она имеет свойство проникать через оболочку клетки, потому что жиры растворяются жирами. Именно поэтому так быстро воздействуют масла. Так вот, когда мы заглянем вот в эти самые масла, которые вошли в состав смеси деблю, мы обнаружим, что каждое масло, вот я прямо сейчас перечислю, грушанка основной целительной действия более утоляющие, камфора противовоспалительная, мята перечная и иланг-иланг, спазмолитик и успокаивающие, бессмертник, влияет на кровеносную систему и разжижает густую кровь, то есть хорошее кровоснабжение, голубая пижма, противовоспалительная, спазмолитическая, противоотечная, голубая ромашка, выраженная, успокаивающая, противовоспалительная и асмантус, противовоспалительная, болеутоляющая и стимулирующая клеточное обновление. Посмотрите, как подобраны все семь масел. Это же не то, что антиболь, это антиболь седьмой степени, то есть каждое масло усиливает друг друга. Представляете, какой мощный обезболивающий эффект от этой смеси и ноль побочных явлений, ноль. В то время, когда мы глотаем фармпрепараты, мы получаем побочные явления, и потом мы расхлебываем вот те самые последствия, которые наверняка сначала произведут какой-то успокаивающий эффект, но потом они приведут к усилению, усложнению этой проблемы, потому что мы с одной стороны пытаемся себя лечить, но с другой стороны мы получаем все новые и новые порции токсинов, и эти новые порции токсинов будут снова и снова разрушать наши ткани и вызывать воспалительные процессы. Получается круговорот. И употребляя эфирные масла в качестве обезболивающего, точнее, не употребляя, а нанося, применяя, потому что это средство для наружного применения, мы добиваемся моментального проникновения в кровь и в клетку действия этих обезболивающих и противовоспалительных масел и добиваемся хорошего результата без побочных эффектов. На этом не останавливается компания и она делает следующий продукт теперь уже для приема внутрь. И это называется полифенольный комплекс добавок Deep Blue. Это капсула, в которую включены следующие элементы. Экстракт индийского ладана. Что это такое? Это опять же вещество, которое славится своими мощными успокаивающими свойствами. свойствами. То есть это опять же идет на уменьшение страдания человека, который мучается от артритных болей. Дальше в составе комплекса, в составе добавки экстракт куркумы. Что такое куркума? Все знают, что это мощнейшее противовоспалительное средство. И еще в составе экстракт имбиря. И мы все тоже прекрасно знаем. Помните, когда начался коронавирус, имбирь и лимон исчезли из полок всех магазинов, невозможно было найти. Почему? Потому что это тоже мощное противовоспалительное средство. Имбирь. И кроме того, в этой капсуле также содержится мята, перечная и имбирь, масла, эфирные масла, которые устраняют воспалительные процессы в ЖКТ. Смотрите, не просто так уже, это не просто воздействие на очаг болевой, это уже идет воздействие на пищеварительную систему. Почему? А потому что именно там рождается патогенная среда, которая затем проникает через стенки кишечника повсюду, по всему организму, и в том числе в области суставов. Поэтому идет воздействие и на желудочно-кишечный тракт. Еще эта капсула содержит тмин, семена тмина. Обратите внимание, что семена тмина, за что они отвечают? Это рост тканей и укрепление мышечного корсета. Представьте, насколько это важно для больного сустава, для того, чтобы ткани нарастали, чтобы процесс разрушения тканей был приостановлен, чтобы нарастали новые ткани, и чтобы кроме того создавался мышечный корсет, который будет поддерживать этот больной сустав и облегчать ваши страдания. И это все предусмотрено. Понимаете? Вот комплекс, который принимает сейчас мой супруг, потому что у него есть такая проблема, и уже сейчас могу сказать, что это работает 100%. Мы видим колоссальные улучшения. Именно поэтому я, наверное, и начала цикл сайт-вебинаров именно с этой проблемы артрит. Потому что видим колоссальные изменения. Сколько по времени мы принимаем, это не очень давно. Скажем так, наверное, с месяц принимаем, нет, побольше, полтора месяца наружное применение смеси Ди-Блю, именно смазывание больных суставов. И еще не прошло и месяца первый пузырек сейчас вот этого полифенольного комплекса. Но результаты есть. Улучшение прям очевидное. прямо вот на глазах. Поэтому я лично рекомендую. Едем дальше. У нас с вами уже есть два мощнейших инструмента против артрита. Это питание и очищение. Это эфирные масла и добавки Дотера. И третий инструмент, который мы тоже открыли недавно с мужем, не могу не поделиться, это пчелиный подморт. удивительное создание пчелы. Они при жизни нам приносят колоссальную пользу в виде меда, пчелопродуктов, но даже после смерти они умудряются приносить точно такую же колоссальную пользу. Я не знаю, существуют ли еще какие-то другие тела, которые после смерти могли бы приносить такую пользу. Я что-то думала и так и не придумала. По-моему, таких нет. Это единственное создание пчелы. Что делать с пчелиным подмором? Во-первых, что он делает? Какие целебные свойства? Он подмор выводит токсины из организма. Это как раз то, что нам нужно. Детокс. Это наш детокс. Снимает воспаление. Препятствует размножению патогенов. Это как раз то, что нам нужно. Улучшает кровоснабжение. Это тоже нам нужно для артрита. И устраняет отеки. Посмотрите, все, сколько я перечислила, пять свойств, и они все направлены именно на устранение тех проблем, которые возникают при артрите. Поэтому не случайно, когда я стала изучать информацию о подморе, то первым в списке заболеваний, которые лечат подмором, оказался именно артрит. то есть это очень действенное средство. Подмор бывает разный. Он бывает весенний, когда собираются мертвые пчелы, умершие за зиму, а бывает осенний, когда собираются пчелы, умершие за лето. Так вот, осенний подмор это наиболее мощный и сильный подмор, потому что за лето пчелы набрали много полезных свойств и такой осенний подмор используется для приготовления настоек и отваров для приема внутрь. А вот весенний подмор, который собирается из пчел умерших зимой, он, ну, скажем так, не такого мощного, не такой чистоты, как осенний подмор, поэтому его применяют для наружных целей, то есть делают из него мази для наружного применения. Значит, на сегодняшний день у нас есть и тот и другой подмор, который мы собрали, высушили и в настоящий момент у нас подходит к концу работа по приготовлению, во-первых, настойки из подмора для употребления внутрь, из осеннего подмора и мазь, она уже готова из весеннего подмора для наружного применения и мы ждем только сейчас тару, чтобы это расфасовать и пустить в продажу через мой магазин. Поэтому, если вы заинтересованы получить вот такой продукт и многие из вас, я знаю, уже в маслах и многие из вас уже в теме очищения, если сейчас мы берем вот эти инструменты и добавляем еще третий инструмент, то мы получаем очень хороший богатый комплекс борьбы с артритом, естественными методами, которые не приносят никаких побочных отрицательных результатов, а дают только положительный результат. Конечно, борьба с артритом при помощи средств натуропатии это процесс небыстрый, я думаю, что вы это понимаете. Это терпение, это труд, это дисциплина, но надо понимать и другое, что если не набраться терпения, а хотеть решить проблему быстро, и решать ее при помощи фармы, при помощи медицины, то на первый взгляд может быть да, может быть удастся как-то купировать боль, и может показаться, что какое-то видимое улучшение, но нет гарантии того, что это улучшение наступит навсегда, и медицина не дает таких гарантий, она объявляет, что это заболевание хроническое, что вам нужно пожизненно принимать такие-таки препараты, а вот методоропатия не ставит такого приговора, что это пожизненное, она как раз утверждает обратно, что если заниматься своим организмом вот с помощью таких природных естественных методов, то можно совершенно точно рассчитывать на то, что рано или поздно диагноз можно снять, болезнь подступит, или во всяком случае наступит очень глубокая и длительная ремиссия и избавление человека от боли и страданий. У нас осталось пять минут, вы можете задать ваши вопросы, может что-то было непонятно из того, что я сказала. Да, и кстати, когда я закончу вебинар, ну, я разошлю по всем площадкам, с которых вы пришли, там, с Телеграма, с ВКонтакте, с разных, разошлю ссылочку на, я создала такую страничку с формой, если кто-то заинтересован именно вот приобретение средств из подмора, настойки и мази, вы можете прям сразу заполнить эту форму и записаться просто пока в лист ожиданий, то есть вы будете у меня в базе и когда это появится, да, эта продукция, я сразу вас оповещу рассылкой и вы первыми сможете это купить, ну, потому что они не безграничны, запасы-то количество ограничено, поэтому есть смысл подписаться и получить вовремя рассылку. Так, 4 минуты осталось, какие вопросы? Согласные, не согласные, понятно, непонятно. Я хотела бы спросить, этот полифенольный комплекс, который вы принимаете, это сколько раз вы принимаете в день и как? Мы принимаем два раза в день, прям по инструкции, одну капсулу утром, одну капсулу вечером. После еды? Прямо с едой, за завтраком и за ужином, 60 капсул в баночке, то есть баночка на 30 дней, на месяц. как называется еще раз? Диплю. Диплю, понятно, а вот капсулы. А так и называется? Диплю капсулы, да? Полифенольный комплекс Диплю, он так и называется, да. Вот, если те, кто уже в компании Дотера, вы можете это себе заказывать. Те, кто не в компании, вы можете просто попробовать купить, опять же, через мой магазин, да, ссылочку я потом пришлю, если кто потерял мой магазин, можете попробовать купить, если вы за месяц почувствуете результат, а вы его наверняка почувствуете, если взять комплексно, если взять внутрь добавку, наружно эфирные масла, плюс подключить какие-то, хотя бы какие-то элементы очищения и питания, ну, по курсу или по книге, что у вас есть, какие знания, плюс еще воспользоваться этим подмором пчелиным, я думаю, 100% результатов можно за месяц получить и вдохновившись этим, возможно, потом уже перейти к более каким-то масштабным действиям, может быть, пройти более углубленный курс, да, может быть, подписаться в компанию и покупать уже со скидкой 25% те же самые продукты, то есть через магазин вы покупаете их дороже, через мой, а регистрация в компании дает возможность покупать эти продукты на 25% дешевле, но в общем есть разные пути, есть разные возможности и что-то, конечно же, нужно использовать для того, чтобы решать эту проблему, потому что она действительно очень больная, у меня есть, ну, начиная с моего супруга, да, и там есть другие люди, которые я хорошо знаю, и я вижу, что это действительно мучение, это страдание, я очень сочувствую, и мне очень хочется, чтобы вы научились помогать сами себе, а не уповали на медицину полностью, да, и не надеялись как-то чудесным образом, что все рассосется само собой, и авось как-то пронесет, ну, вот такое заболевание ничто не пронесет, что работать по-любому с этим надо, вот, ну, у нас осталась одна минута, Лен, пожалуйста, вопрос. А, скажите, пожалуйста, например, если не артрит, а артроз, то есть травмированный вот сустав, и мениск испорченный коленей, это вот эти средства помогут для восстановления вот этого всего? Да, то есть испорченный мениск, это опять воспаление, да, это опять воспалительный процесс, а как раз эти комплексы, да, вот, полифенольные и эфирные, они как раз и работают с воспалительным процессом, и они идут еще и вглубь, да, вглубь клетки, решая вопрос, собственно, с самим патогеном, да, и с той средой. Подмор. А? Подмор. И подмор в том числе. Ну вот подмор, он же выводит токсины, он же снимает воспаление и улучшает кровоснабжение и препятствует размножению патогенов и устраняет отеки. Ну, то есть ровно все то, что нам нужно для лечения, будь то артрит, будь то артроз, это производная, сама понимаешь, да, а субтитры. Так, ну что ж, спасибо. Всех за внимание, ссылочки раскидаю, которые я обещала. Все, всем хорошего вечера и надолго не прощаюсь. Будем регулярно делать разные вебинары, но на разные темы. Спасибо, и всем остальным. Пока.